Трудная, но заслуженная победа. Очень важно было помнить, и мы при подготовке к матчу этот момент учитывали, то, что Нафтан в последних матчах хорошо себя проявил, и у лидеров отбирал очки, да, и мы видели в этих матчах, что это было не случайно. Команда, в принципе, с приходом Игоря Николаевича воспряла, добавила в игровой дисциплине, добавила, наверное, мотивации для того, чтобы решить свои задачи определенные, которые команда преследует на данном отрезке турнирной таблицы, да, то, что команда еще в опасной зоне. Поэтому все это мы при подготовке к матчу учитывали, и очень важно было здесь ни в коем случае, как говорится, не предстать командой, которая, условно говоря, мы преследуем другие цели, боремся за самые высокие места, играем в Еврокубках, да, чтобы какая-то у нас вальяжность или недооценка была, то есть и по сути так и получилось, что мы весь матч были в таком напряжении, как в физическом плане, так и по ходу игры, то результат как развивался, то же самое было напряжение. Наверное, забили второй гол, вытекало из логики игры, то, что мы все-таки в перерыве кое-какие коррективы внесли, ребята понимали, что нужно добавлять и в движение, и в создании голевых ситуаций, и по совокупности, наверное, то, что количество того, которое во втором тайме мы создали, и гол забит, и еще были моменты, вот, и это предопределило, скажем так, нашу минимальную сегодня победу, хотя еще раз готов повторить, что она была очень трудная. У соперника отметил бы хорошую группу атаки, быстрые встречные атаки, быстрые футболисты и Пранович, и Сучков, и Папа Рига, которые умеют как в позиционной атаке пас хороший отдать, так и верховые единоборства хорошо навязывают, поэтому, в целом, еще раз говорю, при подготовке к матчу мы это все учитывали, исходя из этого, я считаю, что в том состоянии, в котором Нафтан на сегодняшний день, в том игровом ритме, в котором он находится, и по результатам, и по игре, мы одержали победу над довольно мотивированной и хорошей командой. Поэтому поздравляю команду, мы идем дальше решать свои задачи Нафтану, желаю успеха. Владимир Викторович, Иван Шимакович сегодня дебютировал, достаточно уверенно смотрелся. Как вы думаете, запомнит ли он свой первый матч в основном составе? Я думаю, что да, мы сейчас поздравили в раздевалке Ивана, поздравили и Джозефа Акора, у него тоже дебют сегодня за нашу команду. Плюс Ваня Бахар, понятно, что вернувшись в нашу команду в этом сезоне, и в прошлом году он был одним из тех звеньев, которые помогли нам в достижении чемпионского титула. Сейчас он вернулся, понятно, что надо было какое-то время для того, чтобы и в чемпионате дебютировать. Если в Еврокубках он играл, то здесь в чемпионате еще после возвращения Ваня не выходил. Поэтому с этой точки зрения тоже можно назвать таким определенным дебютом. Ну, а так, конечно, я думаю, что у каждого футболиста в жизни остается тот момент, когда дебютируешь в официальном матче за ту команду, за которую мечтаешь играть, по крайней мере, в начале своей карьеры сейчас Ваня Шимакович находится. Плюс, наверное, запоминаются забитые голы первые в карьере, это касательно полевых футболистов. Ну, а с точки зрения вратарской, наверное, тоже. Ну, да, Ваня пропустил сегодня, к сожалению. Ну, я думаю, что победа и команда, которая поспособствовала тому, чтобы Ваня сегодня был с положительными эмоциями после победы и дебюта за нашу главную команду, это тоже будет хорошим таким для него воспоминанием. Вынужденная замена бегунова и сочивка – это большая проблема? Ну, это футбол, это контактный вид спорта. Плюс, естественно, мы понимали, что нагрузка на ребят выпадает колоссальная. Вот, и важно было, еще раз говорю, в этих матчах после возвращения с Еврокубков нам распределять нагрузку, при этом добиваться результата максимального. Вот, ну, конечно, не добавляет положительных эмоций. Я всегда говорю, что для тренера это всегда немножко проблема, когда выпадают ведущие футболисты и забойно по силу травм. Поэтому, с этой точки зрения, надо принимать, как есть ситуацию, и двигаться дальше. Скажите, вот при подготовке к игре отсутствие сборников вообще как сказывалось? Сильно ли повлияло на тренировочный процесс? Ну, это внешний фактор. Еще раз говорю, мы выбрали тот путь с учетом Еврокубковой наших, календаря нашего, плюс чемпионат, что нам эти матчи, которые мы пропустили из-за участия в квалификации Еврокубков, важно, как говорится, восполнять и отдавать дань календарю. Поэтому, с этой точки зрения, скажу так, что, ну, как есть, как есть, нам приходится вот таким образом, таким образом действовать. Никуда мы от этого не денемся. Матч национальной сборной смотрели вчера? Что можете сказать про игры? Ну, матч досмотрели, мы все-таки переживаем за нашу национальную сборную. Безусловно, сейчас есть положительный фон в команде, насколько наши ребята, представители Минского Динамо, могут какие-то моменты рассказывать из стана сборной. Ну, скажу так, что вчера те ребята, которые были на футбольном поле, особенно Федор Лопоухов и Сергей Политевич, команда сыграла на ноль. Да, Федор феерил, опять-таки, в очередной раз много выручал команду. Это радует то, что хороший заряд, хороший эмоциональный тонус у Федора и то, что он чувствует эту уверенность. Дай бог, чтобы эта уверенность у него и в матчах за национальную сборную, и в матчах за Минское Динамо, как во внутренних соревнованиях, так и в Еврокубках оставалась намногие долгие-долгие, как говорится, периоды. Спасибо.